Сейчас я расскажу все подробности одного из самых главных событий прошлой недели, а вы пока подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк и, главное, комментируйте и задавайте вопросы. На некоторые из них я дам подробные ответы в отдельном видео. Перебои с мобильной связью и интернетом, воздушные тревоги, взрывы и стрельба. Белгородская область России вкусила все прелести путинской спецоперации в начале прошлой недели. ПУТИНСКИ 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 Против Украины в прифронтовых городах России чувствуется очень хорошо. Бои в Белогородской области назвали самыми масштабными на территории России с начала ее полномасштабного вторжения на территорию Украины. А то, что утренний обстрел, он повредил жилье сегодня? Десять минут назад есть вопросы и сейчас идет еще. То есть пока не понятно? Да, потому что пока сообщение по одному дому только вот пришло и тревожные вести с воинской части. Да, в местную воинскую часть прилетели реактивные снаряды. Говорят, что даже есть пострадавшие и погибшие, но достоверно проверить их точное количество мне так и не удалось. По улицам ездила военная техника, происходили перестрелки. В Москве, конечно же, грозно размахивали указательным пальцем. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко. Действовать предельно жестко, сказал Шойгу. Да, он не соврал. Командовать специальной военной операцией в Белгородской области поставили не кого-нибудь, а лично генерала Лапина. Того самого, который руководил российской группировкой на территории Украины в начале полномасштабной войны. Вот он командует уже спецоперацией у себя в стране. Смотрите сами. Я не военный, но у меня к этому видеоролику несколько вопросов. Первый касается координации и подчинения. Серьезно? Целый генерал, герой России, машет руками десятку солдат? А российские рядовые уже в прямом подчинении у генерала? Второй вопрос прям очевидный. Лапин вообще знает о существовании радиостанции или рот и руки это его личные инструменты управления боем? Ну и если вы прокрутите это видео еще раз, то заметите, что чтобы Лапин там не орал, выполняют его команды только несколько человек. Остальным, похоже, все равно. Ну и третий вопрос. Раз уж Лапин взял на себя прямое руководство солдатами, почему его совершенно не волнует то, что его приказы никого не интересуют? И самый последний вопрос. На самом деле, риторический. Что это вообще было и зачем нам это показали? Ну и вот вам еще пример, как в 21 веке генерал второй, не побоюсь этого слова, армии мира руководит боем. Смотрите сами. Ну пока Лапин махал руками, пресс-секретарь Путина Песков уверенно тыкал пальцем в сторону Киева. Мол, эта украинская армия вторглась на территорию России. Вот, мол, видите, они на нас напали, говорил Песков. Забыл только, что государственную границу Украины российские войска незаконно перешли еще в далеком 2014. Понятное дело, что за всем этим тут же увидели руку коллективного Запада, масонскую ложу и фонд Сороса. А нет, про масонов и старика Сороса в этот раз, похоже, подзабыли. Просто Песков сказал, что страны коллективного Запада все больше вовлекаются в конфликт в Украине. Белгородская операция задала тон российским силовым структурам на всю неделю. Ведь началась она в 6 утра по московскому времени с обстрела пограничного КПП Грайворон. И его окрестности. Примерно 5 часов спустя на территорию КПП со стороны Украины въехал танк и еще куча всякой военной бронетехники и вооруженных людей. Они закрепились на пограничном пункте и их начала бомбить российская авиация. КПП Правда, как мы могли увидеть, российские бомбардировщики не шибко метки, так и не смогли попасть в цель, несмотря на то, что летели на низкой высоте. Сообщения в интернете начали сыпаться на голову пользователей, как майский дождь. Часто они противоречили сами себе и до конца понять, кто же и куда дошел в итоге этого рейда практически было невозможно. Ответственность за этот рейд взяли на себя представители русского добровольческого корпуса, сокращенно РДК. Это формирование воюет на стороне Украины, состоит из российских граждан и заходит на территорию России с оружием уже не впервые. О чем охотно раздают интервью в прессе, вот одно из последних для информационного агентства Associated Press. Мы участвуем в этой войне почти год. Вначале, конечно, было много хаоса, когда мы впервые взяли в руки Калашниковы. Это было практически полулегально, ведь мы все добровольцы. Позже, когда украинское военное командование узнало, что в этой войне участвуют добровольцы из России, они нас поддержали. Мы поддерживаем их борьбу за свободу. Рейд этот, к тому же, сопровождался информационной атакой. В частности, местные жители получали фальшивые телефонные звонки с требованиями срочно эвакуироваться. Власти Белгородской области также заявили о распространении ложной информации через специально созданные телеграм-каналы, которые маскировались под российские. Очевидно, в российской армии никто не ожидал, что в подобную игру тоже можно играть вдвоем. Сколько же было рейдеров? Если считать по данным из открытых источников, то, похоже, что несколько десятков. Если верить одному из участников этого рейда, то он поделился с журналистами «Новой газеты Европа», что их группировка состояла из 150 человек. Ну, а кто же, собственно, кроме то ли дирижера, то ли генерала Лапина, воевал с группировкой РДК? По данным той же «Новой», для борьбы с РДК в Белгородскую область были стянуты существенные российские силы. Не менее 3200 военнослужащих и 20 единиц техники. А также сотрудники ФСБ, отрядов «Альфы» и «Вымпела». Через несколько часов после начала всего этого Министерство обороны России отчиталось о том, что российские военные не ликвидировали около 70 членов РДК. Остальных, мол, отбросили назад на территорию Украины. При этом в военном ведомстве, конечно же, никаких доказательств не опубликовали. В РДК же подтвердили, что несколько их человек действительно получили легкие ранения. Все остальные вполне себе в добром здравии. Смотрите сами. Слава Богу, у русского добровольческого корпуса есть только потери в раненых, в легких раненых. У нас 2,03. По технике у нас только приобретение. Российские пропагандисты, конечно же, тут же ринулись показывать разбитую украинскую технику американского производства. Вот, например, фото. Да только вот у этой техники слишком чистые колеса. И то, как эти бронированные автомобили расположены в воронке, свидетельствуют о том, что, скорее всего, подбитые машины туда просто привезли и поставили для кадра. Это не я придумал. Это эксперты, которые работают с информацией из открытых источников. Ну и сами члены РДК покрасовались в интернете видео, на котором видна их техника. И даже трофейная. Конечно, американская техника на российской территории – это формальный повод еще раз обвинить США в атаке на Россию. Но справедливости ради нужно сказать, что такие обвинения мы слышали неоднократно, вне зависимости от того, что же происходило на поле боя и чья техника принимала в этом всем участие. Разыгрывая карту с американской техникой, в Кремле явно рассчитывали, что американцы упрекнут Киев и перестанут помогать оружием. Ведь обещали же, что его не будет на территории России. В Вашингтоне на вопросы Москвы тут же отреагировали. Они страна в состоянии войны. Это экзистенциальная угроза. Они борются за выживание. Я не могу с точностью прямо в эту минуту сказать вам, видели ли мы с вами одни и те же видео. Было ли это оборудование поставленное США или нет? И каков был характер нападения? Кто что кому сделал? Я не могу сказать это с определенностью прямо сейчас. Но могу сказать, что мы попросили украинцев не использовать поставленное США оборудование для прямых атак на Россию. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы это была украинская война. Это не война между США и Россией. Это не война между НАТО и Россией. Это война между Украиной и Россией. И мы поддерживаем и поставляем и помогаем обучать и консультируем и помогаем Украине. Но это не прямой конфликт между США и Россией. Что важно, в 16 километрах от КПП Грайворон в районе российского села Антоновка находится хранилище ядерных зарядов «Белгород-22». Военным оно известно как объект 1150 или военная часть 256-24. Поговаривают, что в прошлом году в это хранилище доставили ядерное оружие, которое собирались использовать в войне против Украины. Писали также, что после начала рейда РДК производилась спешная эвакуация этих зарядов. Ну и также, что целью рейда являлся захват этого ядерного оружия. Ну а о ядерном оружии мы еще поговорим. Ну а я закончу этот блог тем, что этот случай явное доказательство того, что российская оборонка уже давно перестала вызывать страх практически у всех, кроме собственных граждан. Наверное, именно поэтому за этой спецоперацией началась следующее. По поимке 39 вооруженных дезертиров, которые сбежали с позиций в районе Лисичанска, Луганской области. Но это уже совсем другая история. Ну а в это время по Европе ездит спецпредставитель китайского МИД и пытается продвигать так называемые мирные инициативы Си Цзиньпина. Что китайский дипломат предложил европейцам? И почему не все так однозначно в отношениях между Москвой и Пекином уже в следующем блоге? Смотрите сами. Субтитры делал DimaTorzok